Всем привет! В свежем выпуске первых карточек мы решили рассказать о главной сенсации европейского сезона Амстердамском Аяксе. Откуда клуб переманил своих талантов? Кого воспитал сам? Как выглядели первые карточки этих парней в FIFA? Во всем этом разберемся далее. Пиши в комментариях, кого ты считаешь главной звездой этой команды и в каком топ-клубе ты хотел бы видеть творцов Амстердамского чуда в этом сезоне. Вратарь Андре Онана является воспитанником Академии Самуэля Этоо, откуда и перебрался в молодежку Барселоны. В Каталонии вратарь решил не засиживаться и отправился в Амстердам, где за это время превратился в одного из лучших вратарей Европы. Его первая карточка появилась в FIFA 16 и с того момента рейтинг Онаны вырос на 10 пунктов. Капитан команды Мата из Делихт ворвался в первую команду еще в сезоне 16-17. Сейчас 19-летний воспитанник Аякса является желанной целью для большинства европейских грандов. Его первая карточка появилась в FIFA 17 и за этот короткий промежуток времени его рейтинг вырос на 20 пунктов. Николас Тольяфико впервые появился в игре в FIFA 15. Там 22-летний аргентинец выступал на позиции левого полузащитника и представлял Банфилд. Затем в его карьере была аренда в Мурсию и два успешных сезона в Индепенденте. В 2018 году перебрался в Аякс за сумму около 4 миллионов евро. Общий рейтинг парня с момента первого появления в игре вырос на 13 пунктов. Воспитанник Аякса Дейли Блинд вернулся в родной клуб на старте текущего сезона и у него словно открылось второе дыхание. В МЮ Блинд провел 4 сезона и потерял место в основе, но в Амстердаме вновь вернулся на прежний уровень. Первая карточка 20-летнего Дейли появилась еще в FIFA 11 и тогда у него был рейтинг 69. Йоэл Велтман еще один воспитанник Аякса, продолжающий хранить верность клубу. Его первая карточка появилась в FIFA 13 и с того момента рейтинг игрока вырос на 12 пунктов. 21-летнего Расмуса Кристенсена скауты Аякса отыскали в Дании в клубе Митюлан. За талантливого защитника Аякс выложил 5,5 миллионов евро. Первая карточка парня появилась в FIFA 17 и с того момента его рейтинг вырос на 5 пунктов. Нусаир Мазрауи еще один представитель талантов, воспитанных Академией Аякса. За первую команду дебютировал в феврале минувшего года. Карточка Мазрауи в FIFA 19 является первой для парня в игре. Дейли Синггравен дебютировал в FIFA 15 и там он представлял родной клуб Херенвен и числился на позиции атакующего полузащитника. Сейчас у Синггравена позиция левого защитника и статус таланта, который до конца не оправдал ожидания. Хаким Зиех является еще одним воспитанником Херенвена, который сумел добиться в Аяксе значительно большего. Транзитом через Твента Хаким оказался в Амстердаме и является одним из ведущих игроков Аякса. С того момента рейтинг в FIFA у парня вырос на 20 пунктов. Фрэнки де Йонга для Аякса воспитал Вильям Твей. К 21 году парень стал одним из ключевых игроков голландского гранда. Летом де Йонг отправится на повышение в Барселону. С момента первого появления в FIFA его рейтинг вырос на 19 пунктов. 21-летний Душан Тадич дебютировал в FIFA 11 в составе Гронингена. Затем в его карьере был Твенте, откуда серб перебрался в АПЛ, где в составе Саутгемптона провел 4 неплохих сезона. После перехода в Аякс заиграл новыми красками и стал главным бомбардиром клуба. С момента первого появления в FIFA его рейтинг увеличился на 12. Лассе Шоне – один из главных ветеранов нынешнего Аякса. Его карточка появилась в игре в FIFA 10, где датчанин представлял Нек. За Аякс выступает с 12-го года. 22-летний Донни Ван Дебек является воспитанником Аякса. За первую команду активно выступает с 16-го года. В плей-офф Лиги Чемпионов является одним из главных козырей амстердамцев. Первая карточка парня появилась в FIFA 16. И с того момента его рейтинг вырос на 9. В начале 17-го года Аякс выложил за юного бразильца Давида Нереса 12 миллионов евро. В двух последних сезонах Нерес стал основным игроком команды. И сейчас за ним охотятся Гранды АПЛ. Первая карточка вингера появилась в FIFA 17. И с того момента он подрос на 6 пунктов. Класс Ян Хунталар является воспитанником ПСВ. Но в родном клубе он не пригодился. Форвард раскрылся все в том же Херенвене. А путь в Европу ему открылся после успешного отрезка в Аяксе. Затем в его карьере были Реал, Милан и Шальке. А в текущем сезоне 35-летний форвард вернулся на родину. И несмотря на возраст продолжает приносить пользу клубу. В FIFA 10 его карточка числится в составе Милана. Воспитанник датского Силькеборга Каспер Дольберг оказался в Аяксе в 15-м году. В сезоне 16-17 наколотил в чемпионате 16 голов. Что является пока для него лучшим результатом в карьере. Первая карточка форварда появилась в FIFA 17. И с того момента он вырос в рейтинге на 8 пунктов. 18-летний Закария Лобьяд появился в FIFA 12 в составе PSV. Затем в его карьере был не самый удачный период в спортинге с арендами в Витес и Фулхэм. В 17-м году Лобьяд перешел в голландский Утрехт, откуда его и подписал Аякс. С момента дебюта в Ultimate Team рейтинг Лобьяда вырос на 6 пунктов. Ставь лайк, если удивлен прорывом Аякса в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Пиши в комментариях рассказ о каком клубе хотел бы услышать ты. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!